Вы в курсе, что на строительство спортзала в кубанских школах выделено 120 миллионов рублей? К концу года по поручению губернатора Краснодарского края должны построить спортивные залы в 12 школах. Сегодня там уроки физкультуры проходят в школьных фойе. Здравствуйте! На канале ФКТ время программы «В курсе». Я Инга Габеши. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Ну и что касается непосредственно города Сочи, самого спортивного города мира, этот статус курорт получил сразу после Олимпиады, то здесь спортивные площадки и спортзалы строятся даже в спальных районах. А еще в городе открываются спортивные секции для занятий с детьми-инвалидами. О спортивном случае мы сегодня поговорим с директором департамента физкультуры и спорта администрации города Сергеем Пилосян. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Лето завершилось. Ваш департамент шефствовал над целым рядом площадок нашего двора. Сколько их было и как отработали? За департаментом физической культуры и спорта было закреплено 17 спортивных площадок на летнюю оздоровительную кампанию. И кроме того, 11 передвижных спортивных площадок передвигались, так скажем, по сельским округам, где тоже наши профессиональные инструктора занимались спортом с ребятами, которые были на летних каникулах и проживают в наших сельских округах. У нас с каждым годом количество ребят, которые приходят на площадки, растет. Среднее количество ребят было не менее 30 ежедневно. Но в такие дни, когда у нас проводились либо какие-то соревнования, либо какие-то звезды спортивные приезжали, доходило и до 50 человек. Поэтому мы считаем, что в целом программа, конечно же, прошла успешно летняя, оздоровительная. У ребят была возможность позаниматься на наших площадках спортом. А так, конечно же, и была обширная культурная программа. Были знакомства с пожарными, были знакомства с военными, разбирали оружие. Поэтому, я считаю, для наших детей лето прошло очень познавательно. И к 1 сентября они полностью подготовились, отдохнули и теперь пошли учиться. Помимо всего прочего, этим летом Сочи прошла масса спортивных турниров. И есть ли особо значимые для Сочи в плане результатов? Да, нам есть чем гордиться уже в этом году. Если говорить по персоналиям, то совсем недавно у нас Анастасия Шамонова, это наша боксерка, выиграла перенство мира. Хочется сказать, Яркин Владислав по тяжелой атлетике стал чемпионом России уже среди взрослых. Он стабильно показывает очень высокие результаты. И мы очень рассчитываем, что на ближайших летних Олимпийских играх он выступит в составе сборной. Здесь хочется особо отметить, что в тяжелой атлетике очень сложно попасть в сборную, что всего 8 спортсменов со всей России выступают. На международном первенстве по карате Денис Денисенко стал чемпионом, а Роберт Авакимов стал бронзовым призером. Но хочется сказать, что совсем недавно тот же Роберт Авакимов стал серебряным призером чемпионата мира по карате. Наши спортсмены по конкуру поехали на Кубок губернатора, заняли весь педестал. Первое, второе, третье место ребята, это мальчики, заняли. И по девочкам первое место заняла тоже сочинская спортсменка. Конечно же, все благодаря тому, что руководство Краснодарского края особое внимание уделяет спорту. Наш мэр города следит за тем, как развивается спорт. Вот они и налицо и результаты, которые мы сегодня имеем. И я считаю, что в ближайшее время на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира все чаще и чаще будут фамилии сочинцев звучать. В нашем городе заметно увеличилось количество спортивных залов именно в спальных районах. Так называемые залы шаговой доступности. Продолжится ли эта программа и вообще как финансируется проект? Открыто 34 таких зала. Это был хороший стартап, и он удался. Мы заходили в нерабочие подвальные помещения, которые требовали ремонта, находили финансирование. Делали из них такие шаговые спортивные залы, где ребята могут ежедневно заниматься физической культурой, спортом, ну и в дальнейшем с определенными какими-то потом спецификами. Это может быть бокс, может быть дзюдо, может быть другие любые виды спорта, которые позволяют заниматься в этих небольших залах. Финансирование, конечно же, основная часть финансирования, это бюджет города Сочи. Это и жителям домов, конечно же, плюс большой, что там начинается жизнь чистенько, аккуратненько. Дети занимаются спортом, они по улице гуляют. И вот благодаря этому всему у нас появляется достаточное финансирование, чтобы делать ремонт. Мы имеем успех в этих залах, наполняемость есть, пользуются спросом. Эта работа будет продолжаться, количество залов шаговой доступности будет расти. В целом же по краю по-прежнему остаются образовательные учреждения, где нет даже собственных спортивных залов. В связи с этим губернатор Краевини Амин Кондратьев потребовал ускорить строительство спортзалов в кубанских школах. Давайте посмотрим видеосюжет. На Кубани осталось 12 образовательных учреждений, где нет собственных спортивных залов. Детям приходится искать другие места для уроков. Об одной из таких проблем в Санице Новомышастовской губернатору на приеме граждан рассказал житель Красноармейского района Алексей Косач. Вы на уроке физкультуры из обычной школы ходите в детскую, юношскую спортивную школу. Коллеги, я думаю, что это на самом деле должно остаться в далеком прошлом. Спортивные залы однозначно должны в школах были появиться. Алексей Леонидович поднимает проблему, что касается Новомышастовской школы. А я сквозь его обращение вижу проблему других школ, где тоже такая же подобная проблема, где нет спортзала. В этом году по вашему поручению 120 миллионов выделено, в том числе прошел отбор и этот район. В этой школе учится 750 человек. Эта проблема будет решена 13 сентября при всем нашем плане графики. Они должны начать строить. По всем паспортам 3-4 месяца строится спортзал. Максим Иванович, вот это возьмите на контроль, чтобы в следующем году, просто в ручном режиме проверьте все 12 школ, в которых не было никогда спортивных залов, чтобы они там были. И крайний срок исполнения – это ноябрь следующего года. В этом году уже приступили к строительству спортзалов в трех школах – в Белореченске и станицах Ленинградская и Анапская. Кроме этого, выделено более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт спортивных залов в 35 образовательных учреждениях. А теперь по следам Чемпионата мира 2018. Что сегодня происходит в сочинском футболе и как развивается этот вид спорта? Футбол для нас, для сочинцев – это традиционный вид спорта. Он и до Чемпионата мира входил в тройку самых популярных видов по количеству занимающихся. В муниципальных школах в наших сегодня порядка 3,5 тысяч детей занимается. Если туда приплюсовать количество секций и клубов частных, которые открылись, то количество уже превысит 4 тысячи человек. Ну а если взять взрослых, ветеранов, любителей футбола, которые регулярно в Сочи занимаются этим видом спорта, то за 10 тысяч человек в Сочи этот вид спорта любят и играют в футбол. Была до недавнего времени у нас одна большая проблема – это отсутствие муниципальных полей, ну и в принципе отсутствие достаточного количества полей. У нас прошел Чемпионат мира. К Чемпионату мира было построено три поля тренировочных. Одно поле было реконструировано на территории Югспорт. Мацестинские поля были подвержены реконструкции. Все они были приведены в соответствие с требованиями УЕФА. Это значит самые высокие требования, самый высокий уровень. Мы говорим сейчас о двух полях в Адлерском районе, Адлер-1, Адлер-2. Было принято решение губернаторам передать эти поля нашим ребятам, нашим детям, для того, чтобы наши дети из муниципальных школ могли заниматься футболом. Соответственно, сегодня идет процесс передачи юридический. Уже была проведена одна тренировка наших ребят на этом поле. Они были все очень довольны. Конечно же, играть на натуральном поле – это большое везение. Благодаря этому у нас появилась возможность дополнительно проводить набор в нашу муниципальную школу, дополнительно взять тренеров. И количество детей только в муниципальных школах мы доведем порядка 4-4,5 тысячи. И опять же, результаты. У нас ребята в прошлом году всевозможные краевые кубки привезли, все российские чемпионы России стали. Сегодня в городе Сочи только в детском чемпионате по футболу городском 120 команд принимают участие по 8 возрастам. Это беспрецедентный случай. Мы этим очень сильно гордимся, везде заявляем. Более того, у нас в этом году планируется в Красной Поляне построить новое футбольное поле. Опять же, благодаря федеральной программе, благодаря помощи губернатора Краснодарского края, администрация города Сочи выделила часть финансирования. И завершено проектирование, получена положительная экспертиза. Начинаем строить. К концу года завершим. В Красной Поляне появится полноценное футбольное поле. И на 2019 год запланировано в поселке Краево-Армянское тоже строительство поля. Там жители давно этим полем пользуются, на самом деле. Сейчас мы его просто приведем в порядок. Не останавливаемся на достигнутом. Есть у нас в планах и дальше развивать этот вид спорта, и дальше строить футбольные поля. Но уже сегодня мы говорим о том, что инфраструктура в городе Сочи появилась. И мы будем тренировать детей на самых современных футбольных полях. Замечательные новости. Удачи. Но если продолжить футбольную тему, недавно образованный футбольный клуб Сочи на пресс-конференции пообещал поддерживать юных футболистов города, в том числе помогать с выездами на соревнования. Есть уже результаты этого сотрудничества? Да, результат есть. Уже сегодня мы подписали соглашение между футбольным клубом Сочи и спортивной школой номер 10. Это специализированная футбольная школа. И уже сегодня ребята под флагом футбольного клуба Сочи выступают на всероссийских соревнованиях. Мы знаем, что закон не позволяет муниципалитету финансировать выездные всероссийские соревнования. И здесь нам на помощь пришел футбольный клуб Сочи. Почему все сочинцы были? И мы рады тому, что в Сочи появился профессиональный футбольный клуб. Потому что они стали шефами наших ребят. Поэтому мы уже сейчас говорим о том, что обещание футбольного клуба выдержу. Мы заключили соглашение. И футбольный клуб взял шефство над нашими юными футболистами. Но, помимо всего прочего, в Сочи становится все чаще площадкой еще именно международных соревнований и турниров. И чаще всего вход на них бесплатный. Вот востребованы ли публикой такие зрелища? Ходят ли туда поболеть просто обычные сочинцы, гости города? Есть такие наблюдения? Благодаря Олимпийским играм, проведенным, благодаря Чемпионату мира, Кубу конфедераций, мы можем уверенно говорить о том, что в городе Сочи болельщики, культура болельщиков, она возродилась, она состоялась. И сегодня очень много сочинцев с удовольствием ходят и посещают спортивные мероприятия. У нас есть хоккейный клуб Сочи, у нас есть футбольный клуб Сочи. У нас много проводится международных мероприятий. Как вы правильно сказали, большинство из этих мероприятий бесплатны. И я считаю, что для сочинцев это уникальная возможность. И на эти мероприятия обязательно нужно ходить, потому что из других городов люди тратят деньги на перелеты, на переезды, покупают билеты и приходят посмотреть мероприятия. А у нас есть возможность посетить эти мероприятия бесплатно. И с другой стороны, хочется отметить, и я считаю, что это достаточно хорошее наблюдение, что люди готовы и покупать билеты. Они не такие дорогие, они от 100 до 300 рублей стоят на такие матчи, как регулярные хоккейные, регулярные футбольные. И посещаемость, например, хоккейных матчей, это если брать по 2017 году, 2018, потому что только что сезон начался, это 6 тысяч зрителей. А если мы берем футбольный матч, то, например, на фишт, на игру пришло 3 тысячи зрителей. И, соответственно, мы говорим, это люди, которые купили билеты. И, соответственно, мы говорим о том, что люди на интересные матчи готовы и приобрести билеты. И, конечно же, хочется сказать спасибо организаторам международных турниров, всероссийских, и также хоккейный клуб Сочи, футбольный клуб Сочи. Это то, что они понимают, что есть категория лиц, которые не могут себе позволить билеты, но им надо, и они хотят прийти посмотреть. И они регулярно выделяют определенное количество билетов, продолжают выделять, бесплатно совершенно, и распространять среди именно тех людей, которые не могут себе позволить купить. И эти люди с удовольствием тоже приходят, посещают. Поэтому большое спасибо. Болельщики в Сочи есть. Вот и хорошо. Хорошо. ГТО. Этим летом эти нормативы сдавали взрослые. Вот есть ли чем похвастаться мамам и папам сочинских спортсменов? Первое, с чем мы хвастаемся, это то, что по результатам 2017 года город Сочи стал лидером по количеству людей, сдавших норм ГТО по Краснодарскому краю, за что нам администрация Краснодарского края подарила комплекс по сдаче норм ГТО, полноценное, со всем необходимым оборудованием. Мы поставили планку в Краснодарском крае, обязательно должны ее выполнить и в этом году. Если брать план, то мы немножко не дотягиваем до плана, но у нас есть еще время подтянуться, потому что проходил чемпионат мира, и на время проведения чемпионата мира мы не принимали эти нормы. У нас был запрет на проведение всех массовых мероприятий. На сегодняшний день, если говорить только о взрослых, то порядка полутора тысяч взрослых у нас только в 2018 году сдали нормы ГТО. И, пользуясь случаем, конечно же, хочется пригласить всех сочинцев. Обязательно нужно сдать эти нормы. Для этого нужно зайти на сайт gto.ru, зарегистрироваться, получить свой ID, номер, обратиться в наш центр по нормам сдачи ГТО. Очень, конечно же, рассчитываем на то, что директора или владельцы санаториев, или каких-то других больших крупных учреждений будут мотивировать всех своих сотрудников и целыми, так сказать, учреждениями приходить и сдавать эти нормы. Но я уверен, что активность сочинцев, она достаточно высокая, и до конца года мы также останемся в лидерах по Краснодарскому краю. Не так давно еще прошел у нас в городе День физкультурника. Тоже масса мероприятий спортивных была посвящена этому дню. По традиции к этой дате пытаются подвести какие-то итоги. И вот много ли заслуженных сочинских спортсменов наградили ко Дню физкультурника? У нас создана комиссия при главе города по именно людям, которых мы награждаем. Все начинается с заявок. Оно начинается еще в марте месяце. Получается, мы со всех учреждений собираем заявки, проводим внутреннюю комиссию, отсеиваем. Потом выходим на комиссию уже при главе города. Создается итоговый список. И только вот мы порядка 10 человек на День физкультурника наградили. Два раза в год мы награждаем. Это второе звание будет на День города присваиваться. То есть по году порядка 15, максимум 20 человек получают это звание. Но мы хотели бы, чтобы звание «Заслуженный деятель физико-культуры» было серьезное, чтобы им гордились. И получали только те люди, которые на самом деле это заслуживают, которые внесли на самом деле большой вклад в развитие физкультуры в городе Сочи. А вот в краевой столице кубанских атлетов наградили званиями заслуженных мастеров спорта России. Отличительные значки и удостоверения вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Чувствовал, конечно, ответственность за себя, за страну. Для меня все болели, а подвести не хотелось никого. И он не подвел. Скромный парень, который немного скованно чувствует себя, прогуливаясь по коридорам власти в рубашке, но не оставляет шансов соперникам на беговой дорожке. Алан Тыщенко – триумфатор сурдлимпийских игр прошлого года. Это главный турнир для спортсменов с поражением слуха. На нем кубанский легкоатлет стал единственным представителем сборной России, который завоевал три золотых медали. Тыщенко стал первым в забегах на 110 и 400 метров с барьерами и в командной эстафете. Алан Тыщенко – не единственный кубанский атлет, который победил на сурдлимпийских играх в Турции. Вместе с ним золотые медали в прошлом году привезли теннессийская Полина Смирнова и прыгуния в длину Марина Гришина. Но, откровенно говоря, широкой публике их имена не так известны. Хотя благодаря именно этим спортсменам российский флаг победно развивался над педесталом. Сегодня чемпионом сурдлимпийских игр благодарность от президента России передал губернатор Кубани. В канун Дня физкультурника кубанских спортсменов и тренеров к себе пригласил губернатор Краснодарского края. В неформальной беседе говорили не только об успехах краевых атлетов, но и о том, как создать такую систему подготовки, чтобы появление новых чемпионов было обычным делом. Для этого, уверен Вениамин Кондратьев, нужно обращать внимание на небольшие станицы, хутора и поселки. Талантливые мальчишки, девчонки, в районах их очень много, очень много. И мы должны им создать условия, ту площадку, где они сами бы себя нашли, на спортивной площадке. Потому что, как правило, из них появляются большие-большие спортивные звезды. Те же чемпионы сурдлимпийских игр выросли не в крупных городах. Алан Тыщенко из станицы Колнеболодская. Марина Гришина родом из Павловской. И таких ребят, стремящихся в большой спорт, огромное количество. В Краснодарском крае больше 200 тысяч детей занимаются в спортшколах. Простые уроки физкультуры должны выйти на первый план в развитии массового спорта. Без этого на системной основе сложно достигать высот на профессиональном уровне. Мы стараемся сделать все, чтобы, по крайней мере, максимальное количество жителей края занимались спортом. А спорт, большой спорт, начинается с физкультуры. С тех уроков, которые проходят в школах, изначально в спортивных секциях. Если брать по итогам 2017 года, выделено только с краевого бюджета на нашу отрасль, на развитие физической культуры и спорта, на строительство объектов спортивной и материальной базы. Только с краевого бюджета. 8,5 миллиардов рублей. Губернатор края поставил задачу ежегодно сдавать минимум 20 малобюджетных спортивных комплексов. На Кубани физическая культура и спортом сейчас занимаются практически 2,5 миллиона человек. Из них больше тысячи члены сборных России по разным видам спорта. В том числе и не самых распространенных в нашей стране. Так, например, за несколько лет в Краснодарском крае выросла популярность регби. Чуть ли не целой командой звания заслуженного мастера спорта России пришли получать игроки местного клуба «Кубань». Шесть человек в составе национальной сборной. В прошлом году стали чемпионами Европы по регби. По сравнению, там, пять лет назад взять, конечно, видно тенденцию развития, она идет вверх. Даже взять наш край, я уже рассказывал, что когда только пришел в регби, в регби занимались в одном районе города, сегодня это уже треть края играет в регби. Перед днем физкультурника они забыли, конечно, и о наградах. Вениамин Кондратьев 12 атлетам вручил значки заслуженных мастеров спорта России. Еще четыре кубанца стали мастерами спорта международного класса. Естественно, отметили и тренеров, без чьей работы не появились бы сами чемпионы. А теперь про турнир «Дяди Васи». Идея, конечно, замечательная. Особое тепло ее приняли в микрорайоне Донской, там, где тренер жил и работал. Кому принадлежит идея посвятить спорта-киаду памяти Королеву и станет ли она традиционной? Все было достаточно просто. Ну и с другой стороны, очень так все сложилось. Это когда Анатолий Николаевич, глава города Сочи, вместе с Ириной Васильевной Романец, они пришли на площадку, где дядя Вася провел всю свою жизнь со своими детьми. И Анатолий Николаевич высказал свое предложение, что само по себе вот этот вот бренд уже такой дядя Вася, да, он должен продолжить жизнь. И каким-то образом оно должно быть реализовано, вот это вот именно имя. Ну и вот Ирина Васильевна собрала всех у себя в кабинете и была озвучена идея, что давайте в рамках летней оздоровительной кампании создадим новый переходящий традиционный кубок именно дяди Васи. Глава города, конечно же, это поддержал. Все сочинцы, я уверен, согласятся с тем, что этот человек для города Сочи сделал столько, что кубок это, наверное, тот минимум, который мы можем в память о нем оставить. Уже сейчас именно благодаря дяде Васи появляются в разных районах города последователи. Есть такие же энтузиасты. И есть. Я очень надеюсь, что и дальше именно этот путь будет кому-то передан, и кто-то возьмется за наших ребят именно как вот волонтер, как дядя Вася, будет продолжать с ними заниматься круглогодично. А еще Сочи стал пилотным городом по внедрению адаптивного дзидо и самбо. То есть это значит, что этими видами спорта теперь могут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья, да, в том числе и с ДЦП. То есть и спорт, и социализация. Вот как реализуется этот проект? Город Сочи, он становится площадкой для многих пилотных проектов, и за это большое спасибо организаторам этих всех мероприятий. Что касается дзидо и самбо, у нас в городе Сочи очень хорошо работает федерация дзидо и самбо городская. Она сама привлекает сюда эти проекты, за это им тоже большое спасибо. Что касается адаптивного дзидо и самбо, да, на самом деле этот проект уже успешно реализуется в городе Сочи. На базе федерации там работают высокопрофессиональные тренеры. И более того, что сегодня в городе Сочи еще один пилотный проект запускается. Это физическая подготовка детей от двух до шести лет с элементами дзидо, опять же, под гидой федерации дзидо города Сочи. Уже отобраны тренеры, они прошли обучение по утвержденной программе. Была проведена огромная работа по подготовке программы, был изучен опыт международный по подготовке, по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Там и элементы психологии, элементы физической культуры, и небольшие элементы внедряются дзидо, которые ребенку уже в его возрасте помогут социально себя в жизни как-то в дальнейшем реализовывать. Хочется сказать, конечно же, это самбо в школу тоже проект. Достаточно успешно уже реализуется. У нас уже во многих школах в рамках уроков физкультуры проводятся эти уроки по самбо. Поэтому все, что касается именно дзидо, самбо в городе Сочи, оно для детей дошкольного возраста, оно успешно развивается. Но мы, глядя на опыт этих всех пилотных проектов, в ближайшее время начнем реализовывать и по другим видам спорта. Потому что есть база, спасибо тем, кто ее разработал, внедряет сейчас успешно в городе Сочи. Мы будем брать эту базу за фундамент и другие виды спорта, просто будем элементы других видов спорта туда вносить. И у нас получится такой комплексный, очень красивый и очень нужный проект. Это именно работа с детьми от двух до шести лет, именно по уже всем возможным видам спорта. Какие же крупные спортивные мероприятия нам ожидать в ближайшее время, куда можно будет сходить и поболеть? Формула-1 традиционная. Мы всех тоже приглашаем. У нас с 4 по 8 октября будет проходить этап мировой по керлингу в ледовом кубе. У нас 14 октября на фиште состоится ответная игра сборной России и Турции. Этап Кубка мира по фехтованию у нас в этом году еще будет осенью. Конечно же у нас регулярный чемпионат по хоккею начался. У нас продолжается 15 сентября будет на фиште опять игра чемпионат по футболу, где наш футбольный клуб в Сочи выступает. Ну и из значимого хочется отметить, что 6 ноября мы опять будем проводить городской марафон по всему городу Сочи. У нас будет забег, где мы тоже ожидаем, если в прошлом году за 3 тысячи участников было, то я думаю 4-4,5 тысячи у нас приедут со всей России в этом году. Поэтому у нас насыщенная программа. Ну что сказать, о спорт, ты мир. Спасибо огромное, Сергей Вячеславович, за участие в нашей программе и за исчерпывающие ответы. Спасибо, удачи. Напомню гостем нашей программы. Сегодня был директор департамента физкультуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...